Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос. Такая ситуация, может подскажете как поступить? Мама заболела, но да, больше придумок может ходить, а не ходить. Лежит памперсы. Говорит, что я должна за ней ухаживать, не работать, не строить личную жизнь. Вернее, она сказала, что парень, что у меня появился, недавно должен меня обеспечивать, но с ней видеться нельзя. И должна сидеть 24 часа на 7 дней. Плюс к этому нам не кредиты, и я заплатила за учебу, никто мне помогать не будет. Нас трое детей, все живем в местной квартире, но никто больше не хочет заботиться о маме. У всех дела. Я не понимаю, я, я не понимаю, что мне, наверное, я понимал, что мне никто не поможет. То есть, помимо того, что я не смогу выплатить кредиты, я не смогу финансово вытянуть расходы и просто останусь на дне. Да, врачи все говорят, что мама может ходить. Как поступить в этой ситуации, я все это говорю, она либо плачет, что никому не нужна, либо истерит. И все по кругу. Спрашивает она... Смотрите. На мой взгляд, ситуация здесь несколько более глубокая, вот, чем вопрос по поводу того, как поступить. Дело в том, что как поступить мы вам не подскажем, именно в силу того, что психологи не дают совет. Вот, кроме того, подсказка о том, в том, как вам поступать, не решит проблем, то есть, не решит ваши, например, проблемы, неуверенности в себе, страхов, проблем, личных границ и так далее. Вот, поэтому проблему нужно решать, как бы, в корне. А корень ее заключается в том, что у вас кредиты. Вы берете на себя ответственность, получается, за всех, то есть, ну, вот, вы говорите, что трое детей, да, вот, никто не хочет заботиться, вот, и получается, что заботитесь только вы, по крайней мере, должны это делать. Вот, вот, то есть, выберете на себя ответственность за всех, то есть, это, как раз-таки, проблематика личных границ, в данном случае. Дальше. Вы ожидаетесь, что вам помогут. То есть, опять же, человек берет на себя больше, чем он может и ждет помощи. Все логично, все естественно, так оно, в принципе, и бывает, к сожалению. Вот. Вот. Вот, собственно, с этими моментами, на мой взгляд, вам и нужно работать. Вот. По факту, что у вас есть кредиты, это, вот, как я и сказал, нарушение личных границ. То есть, вы сами, вы сами нарушаете свои личные границы и даже этого не замечаете. Вот. Скорее всего. Отсюда и возникает такая проблема. Отсюда и возникают такие трудности. Отсюда и возникают чувства, по сути, вины перед мамой, вот, опасения какие-то, да, и так далее. Именно отсюда. Это все возникает. Нет здесь вариантов хороших. Короче. Нет здесь вариантов правильных. Нет здесь вариантов, которые могли бы устроить, что называется, все. Таких вариантов просто нет. Будут варианты, которые не устроят каких-то людей. И вот это, на мой взгляд, вот это, на мой взгляд, абсолютно нормально. Вам нужно определить, чего вы хотите и какую цену вы готовы за это заплатить. Вам нужно, вам нужно также увидеть, как вы относитесь к маме. Ну то есть вот, что называется, буквально, 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 как вы ее видите, свою маму. Какие у вас чувства по отношению к маме, ну по отношению к маме, ну вот. Какие чувства у вас по отношению к маме, что вы чувствуете по отношению к маме, какие это чувства и откуда эти чувства, что называется, берут, да, свое происхождение. Вот. Дальше. Ваша мама ведет себя так, как ведет, именно потому, что может это делать. Такая возможность. Ей это выгодно. Ей выгодно так себя вести. И она так себя ведет. И она будет так себя вести до тех пор, пока вы сами ей это позвала. Что вы пытаетесь сделать сейчас? Сейчас, сейчас вы пытаетесь уговорить ее. То есть сейчас вы пытаетесь донести до нее свою позицию, чтобы она с вами согласилась. Чтобы вам было хорошо. Чтобы вам было спокойно. Но зачем? Зачем и для чего ваши маме с вами согласят? Что она с этого получит? Какая ей выгода, если сейчас она получает гораздо больше? Сейчас она получает гораздо больше, продвигая свою позицию. Вот. Сейчас она получает гораздо больше. И она будет получать гораздо больше, пока вы, ну вот, откликаетесь на ее, как было, модель поведения. Вот. Обратите, пожалуйста, внимание на следующий момент. Вы не говорите ничего. Вы ничего не говорите о своих чувствах. То есть вы ничего не говорите о том, как вы встречаете, ну вот, действия своей мамы, да, как вы встречаете ее модель поведения, вот. Как вы реагируете, ну, допустим, да, как вы реагируете на, там, истерики ее, да, которые она, например, ну, допустим, закапывает, да, к примеру. И так далее. То есть вот этого ничего нет. А это очень важный момент. Потому что ваши чувства, вот, то, что вы чувствуете, когда, вот, ну, мама с вами, там, ну, говорит, да, когда она, вот, а, значит, там, как-то вот с вами, ну, взаимодействует. Ваши чувства здесь очень важны. Потому что это одна из определяющих сторон той психологической реальности, в которой вы находитесь. и если вы это никак, никак не раскрываете, то либо вы не знаете ничего об этом, то есть, по сути, ничего не знаете о самой себе, получается. Либо вы не привыкли уделять этому время, свое внимание и так далее, либо, опять же, вам это не выгодно. Вот. Вот. Смотрите. Вы пишите, мама заболела, говорит, что должна за ней ухаживать. Вот. Значит, ну, значит, на мне кредиты, я заплатила за учебу, никто мне помогать не будет настрой детей. Вот. Я не понимаю, я понимаю, что мне никто не поможет. То есть, я не смогу выплатить кредиты, я не смогу финансово тянуть ее расходы, а просто останусь на дне. Вот. Пишите вы. То есть, вы просто описываете здесь факты. Вот. Да. Факты важны. Факты важны. Но в данном случае мы говорим о ваших чувствах. Какие чувства у вас? Эта ситуация рождает. Вот. Вот. Ведь как-то же вы на нее реагируете. Поэтому давайте постараемся выявить, что это за чувства. Ну, для начала, хотя бы. Вот. Давайте постараемся для начала выявить ваши чувства. Вот. И посмотреть, а что вы испытываете. Вот. Что вы чувствуете. Как вы реагируете. Вот. Какие вообще у вас, эээ, ну вот, по отношению к маме, да, эээ, значит, эээ, ну, ощущения. Вот. Есть. То есть, эээ, это, как бы, в целом, эээ, приятные ощущения, да? Или нет. Вот. Вот. То есть, это нужно поисследовать. Обязательно. Это нужно разобрать. Обязательно. Опять же. Да? Чтобы вот как, как, как-то, эээ, ну, понимать, эээ, с чем мы имеем дело вообще. Потому что сейчас такого понимания нет. Пока что. Вот. И, соответственно, соответственно, вам нужно, вам нужен, точнее, не совет, как действовать, как поступать. Вам нужен не совет, а вам нужно разобраться в себе. Расставить свои приоритеты. Эээ, посмотреть, эээ, что вы хотели бы делать, эээ, вот, эээ, со своими рэкетными чувствами. То есть, негативными чувствами. Вот. И тогда уже, эээ, вероятно, можно будет, можно будет, о чем ты говоришь. ээээ, тогда, вероятно, можно будет, эээ, давать вам, ээээ, какие-то рекомендации. Но. И именно, и именно рекомендации. То есть, это именно рекомендации, именно рекомендации. Относительно того, что вы можете сделать. Вот. Да? Понимаете? Именно рекомендации. Ни больше, ни меньше. А решение, ну, вот, именно, именно решение, как вам действовать, например, я думаю, что вы можете приняться. Приняться. Но, другой вопрос, другой вопрос заключается в том, что вы не привыкли себе доверять. Вот. Другой вопрос заключается в том, что вы не привыкли на себя полагаться. Другой вопрос заключается в том, что вы себе не верите и вы убегаете, как мне кажется, от принятия решений, но это косвенно указывает то, что вы ждете, хотите помощи. Вот. Вы ждете, что вам помогут. Вот. На этом, это, это вот косвенно указывает, ну вот, в какой степени, да, это косвенно указывает на то, что, а, что себе вы не верите. И наша задача, как раз, как раз таки наша задача заключается в том, чтобы, чтобы помочь вам научиться себе договорить. Вот. А то чувство вины, которое у вас возникает, является деструктивным. Вот. То чувство вины, которое у вас возникает, является неполезным не для вас, не для вашей мамы. Вот. кто бы что по мне говорил. Вот. Кроме этого, кроме этого, давайте подумаем вот как. Можете ли вы, ну вот, допустим, прямо сейчас найти в себе чувство любви к маме? То есть, то есть, можете ли вы сказать, что любите ее? Тогда, если вы, если вы можете найти чувство любви к маме, то попробуйте увидеть. Ну вот, в таком случае. А, что тогда, что для вашей мамы тогда было бы лучше? Что для, как для вашей мамы было бы лучше? Чтобы она, ну, продолжала как-то зависеть от, например, вас. Или от других, ну, ваших братьев, сестер. Или чтобы она училась самостоятельно. Потому что, вот. Понимаете, да? Это очень важный момент. Следующий важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что какие у вас, в принципе, есть варианты. то есть, на мой взгляд, вы сейчас, эм, ну, метаетесь. Вот. Ну, на мой взгляд. На мой взгляд. На мой взгляд. На мой взгляд. На мой взгляд, вы сейчас метаетесь, э, от одной крайности в крайнюю другую. Вот. Что это за крайность? Либо, я, я маме, э, помогаю, вот. И, остаюсь, ну, ни с чем. Либо я маме не помогаю, и является ужасно, э, ну, ужасно плохой. Вот. Как бы транслируете вы. На мой взгляд, это очень категорично такое вот суждение. Всегда есть варианты, э, средние, но эти варианты нужно увидеть. Например, оставлять маму на какое-то время одну. Ну, всё, всё-таки, всё-таки, чтобы она училась быть одной. Чтобы она училась, э, ну, ну, находиться, э, наедине. Или наедине с собой, да, или, э, э, или, э, э, значит, э, чтобы она училась, э, самостоятельности заново. Вот. Но самое главное, самое главное, это пожалуй, чтобы у неё не было выбора. Вот. Да. Просто ставить её перед фактом. И это последний момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Что вы не ставите свою маму перед фактом. По сути, вы, э, пытаетесь, э, пытаетесь, как мне кажется, добиться её разрешения. Её разрешение. Вот. Вот. Чтобы она разрешила вам делать то, что вы хотите. Вот. И пока вы просите, пока, пока вы просите её разрешение, конечно, конечно же, ну, ну, ничего не будет. Вот. Вот. Потому что ваша мама не даст вам разрешение. Потому что ей это не выгодно. Необходимо ставить перед фактом. Перед фактом. Человеком. Чтобы ставить человека перед фактом, нужно опираться на себя. Вот. Нужно не бороться с чувством вины, от которого вы пытаетесь отклониться и так далее. Вот. Не бороться со страхами. Я бы сказал несколько отходить от категории справедливо-несправедливо. В своей жизни. Как. Ну, как очевидно. Сейчас, да, вы. Ну, рассуждаете. Скажем так. Вот. Сейчас вы рассуждаете. Скажем так. Таким вот образом. Ну, ну, на мой. На мой. На мой. На мой взгляд. Очень сильно мешает. Ну. Она вас обессиливает. Она делает вас. Очень свободной. Она делает вас зависимой. И она предполагает, что вы ждете помощи у других людей. Вот. Ну, помощь тоже дать можно. Не факт, что они помогут. Вот. На мой взгляд. На мой взгляд. На мой взгляд. Тут есть еще один такой момент. Вот. Который я бы хотел тоже как-то дар вас донести. Это момент. Эээ. Того. Как-будто бы. Шпион. Вы сами к маме привязаны. Эээ. Ну, возможно. Я, конечно, не знаю. Может быть. Может быть. Я ошибаюсь. Но. Вот. Есть такое ощущение. Шпион. Что вы к маме привязаны. Как-будто бы. Эээ. Сами. Вот. Привязаны, возможно. Доволь... Ну, довольно. 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 Ааа. Довольно сильно. Вот. То есть. Боитесь. Сделать. Какой-то. Какой-то. Какой-то шаг. Да. В сторону. Самостоятельно. А постарайтесь. может быть Apple'а. И, коли так, то само собой, что и в этом вам тоже нужна помощь. То есть нужна помощь в том, чтобы вы как-то вот начали на себя опираться. И, возможно, перестали себя обманывать. Перестали бы себя обманывать в смысле того, что сейчас вы пытаетесь решить одну проблему, то есть проблему того, как уговорить вашей маме быть более активной. А по факту вы решаете другую проблему. Проблему страха жить своей жизнью. Вот. Ну, по моему мнению. И, вероятно, вероятно, даже опасаетесь того, как будут складываться ваши отношения. Ну, с мужчиной и так далее. Вот. То есть как-то вот себя в этом вы возможно ограничиваете. Я, опять же, не знаю, на самом деле дела обстоят так, как я говорю. Вот. Может быть, я не прав. Но, но пока что ситуация обстоит именно таким образом. И это, как мне думается, нужно учитывать, если мы хотим вам помочь. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Интересен. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и буду очень благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Спасибо.